Вот мы встали утром, видите, ремонтируем свою паяльную лампу. Андрей попросил топор. Всем привет! Доброе утро! Да, вон там наш костер был, а вот наша паяльная лампа, где будет скоро кипяток. О, привет, моя любимая! Чмоки-чмоки! Папенька, подай мой телефон. Вот видите, гольные выдумки хитра. Раз, щупом масло достал. Вот так вот, в походе, видите, где масло можно брать. Представляете, ребята, идем сейчас с позаранку встали. Ну как с позаранку? Уже солнце стоит. Ну, кто-то поедет, но... Так, ну туда же нам надо соображать, что на дороге стоят. Ну, где сейчас мост? Пошли здесь. Там будешь мыться? На мосту? Здесь что ли? А? Вот, смотрите, я сейчас тут помоюсь. В горной, в горной реке. Вау, ребята, так классно! Здесь вот я... Привет! Здесь я помылся. Ну, просто обалдеть. Воздух, солнце. Лариса удивляется, что много деревьев здесь. Вон, видишь, по краям здесь. Ну, падают деревья, жизнь идет, обновляется природа. Ой, смотри, ничего не поймал. Рыбу. Да. Воздух, конечно, здесь... Красотичка неземная. Воздух, конечно, здесь обалдеть. Да и красота. Просто кайф. Ребята, мы кайфуем. Так, а там, сынок, что-то колдует. Что, не разжег? А в бардачке же должны быть. Так, замутили мы костерчик. Реактивный костер у нас. Лариса тут хлопочет. Уже, видите, нам собирается кашку сделать. Класс, Андрей... Очень вкусно, с фруктами. Да. Андрей побежал на рыбалку. Говорит, Хариуса хочу поймать. А Настя у нас... Тин-тинь. Где там наша Настя? А Настя спит. Настя! Смотрите, ребята. Не прошло и пяти минут. Полтора литра воды, даже меньше. Закипело. Теперь, Лариса... У нас это приспособа уже. Да, вот это приспособа. Видите, изогнутый отвод. Здесь вот такие ножки. И фаяльная лампа. Это меня научил мой бывший зять. Сейчас он живет в Германии. Зовут его Николай. Привет всему ему. Если вдруг будет смотреть, значит, многому он меня научил, что говорить. Как-то мужик деловой. Был, во всяком случае. Давно я уже его не видел. Лет 20. А вот и наш завтрак. Кофеечек. Кофеечек. Такой, Лариса говорит, с Америки привезла. Ну, правда, вкусный такой. Ммм, запашистый. Как будто варенный. Да, как будто со свежих зерен сваренный. Ох, приятного нам аппетита. Завтракай. Проснулась, похоже, наша красотка. Маляпусенькая наша. Настя 8 лет. Правда, ей 8 лет будет через 10 дней, через 9. Вот она. Привет! Я как зажила, а эта начала болеть. Привет! Как сполос, Настя? Хорошо? Как заселилась, хорошо? Встать на стол тарелку. Настюха, на стол тарелку встать. Невкусно? Вкусно, невкусно, есть надо. Так, тут Андрей, не позавтракав, пошел ловить Хариуса. Андрей! Ты что, на другом берегу? Ну что, как у тебя? А? Поймал? А, давай! Говорит, ничего не поймал. Много тут желающих поймать. Бориса собирается, просит меня помочь одеяло скрутить. Она что-то думает, она пуховая взяла, чтобы ей тепло было. Молодец. Не одно, а два. Ей давно очень влажность, она сыроватая вроде. Да так вроде не сказать, что... Да сыять чувствуешь, что сырое. Просто чувствуешь, ладно, буду помогать ей. Все, ребят, закончили первую ночевку. Собираемся уезжать, примерно 12 часов. Сейчас, Ларисы, полью на руки. Мы покомпактнее, маленько сложились. Поедем теперь в более комфортных условиях. Освежимся перед дорожкой. Ты мне тоже. Давай. Да, вон там я прикрутил, смотри. Колеса, колеса. Кроме. Уже поздно метаться. Давай. Давай. Хорошо. Ну все, выехали мы с своего первого места ночевки, стоянки. Поблагодарили. Спасибо, да. Все нормально было. Собрали мусор. Да, мусор собрали, ничего не побросали. Едем на Семенский перевал. Попал, Лариса, шнир прозрешь. Вокруг такая красота. Мы хотим поделиться с вами тоже, показать вам это все. Дорога вниз идет. Дорога вниз идет. Вот сейчас вниз тоже идет. Я разгоняюсь? Вниз. Нифига не вниз. Еду, а она не разгоняется велик. Да? Надо же. А всегда такое ощущение, что мы едем вниз и вниз и вниз. И туда и обратно. Причем вниз. Сейчас вниз. Вот может быть чуть-чуть. Прокинь. Я еду вчера, да? Да. На 10 километров, правильно? Всего или в одну сторону? В одну сторону. Смотрите, ребят, впереди нас едет мопедист, да? Наверное. И вы не представляете, что он делает. Смотрите, вот такими зигзагами он едет по дороге. Впереди нас. Нет, чтобы сбоку поехать. А я его не могу обогнать. Сплошная. Да, сплошная. Сейчас один обогнал его тут в сигнале. Он прижался маленько, испугался. Теперь можно сообщить. Настя испугается и упадет. Не говори. Он 80 там. О, боже. Не надо, не надо. Смотри, что он делает, да? Да не так, по сигнале нормально. Мы продолжаем двигаться со скоростью 60 километров в час. Да нормально едем. Обгон здесь запрещен. Да, уже километров 5 обгон запрещен. Мы не можем обгонить. Вот за нами машин-то сколько? Хожи в зеркало. Вот видите, сколько уже вереница собралась. Немного чист. Ну, местный, я говорю, недолго ему так ездить. Ну, вот он и уехал. И как раз прерывистая началась. А тут обгонишь. Ага, тут ограничения. И камеры везде. И камеры еще, да. Что-то тут увидели в дороге источник. Говорят, что хорошая вода. Вон Андрей подошел. Пока не рискует выливать старую воду нашу. Так. Нет, я бы не стала этого делать. О, с водичкой лежит. Ну что, Андрей, нормально? Да вроде нормально. Руслан, попробуй. Давай, давай. Давай. Да вроде еще. Давай, уберешь. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Туалет со смайликами. Должен нормальный быть. А вон, сними. Этно-кафе в юртах. Становились мы в туалете здесь. И здесь вот смотрите, какое этно-кафе. Юрты. В юртах, наверное, кушают. Но мы туда не пойдем. Просто я для кругозора, для нашего, для вашего. Смотрите, какие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 юрт. А тут у нас какие-то деревянные коттеджики. Ну, это еще только встроится, я смотрю. Но должно быть красиво. Агротуризм. Такая вот у нас. Ну вот, друзья, мы открутили Юрин велосипед и погнал он. Представляете, это была его мечта. Он мне все лето сюда звал. Уж дождался даже сына, когда он там в отпуск пойдет. Ну, чтобы поехать. Потому как я не соглашалась ехать за ним. Что-то как-то медленно крутит. Давай быстрее. А, это интересный товарищ, это мой отец. Время, время, защититель. Хорошо. Куда ты едешь, мастер? На Семинский перевал. Давай. Штурмуем. Пока. Смотрите, ребят, показался наш велосипедист. Это Шибалинский район. Это М52 трасса эта даже, да? Видите, как он приближается к нам? Из точки превращается в человека. Полноценного велосипедиста. Сейчас сравняю с ним. Прошу, как, что? Как, что? Как сам Расяк. Как, да, как, перерода. Да, нравится? Цветочки. Мне кажется, ему не до перероды вообще. В горку, все время в горку. Это же охренеть. 9 километров. Но он же мечтал об этом. Погляди. Ты что-то такой лохматый. Одет еще. Встречаем. Начинаем встречать. Машем руками. Ого-го! Какой? В порядке еще. Да. Физически нормально. Все прибедняется. Я старый, София. Говорит, я такой старый. Тяжко. Какое у вас самочувствие? Мне кажется, тебе надо это, побольше переключить звездочку. Как перерода. Нравится? Перерода. Давай, работай. Давай, у тебя все получится. Мы верим в тебя. Нормально, дыши, работай. Хорошо идешь. Хорошо. Вот он катит. Батя мой. Вода есть у тебя? Есть. Сначала 17 было. 18 в час. Час 7. Не говори. Есть. Половину хоть проехал? Нет еще. Километра 3 проехал. Я у тебя смогу. 4 с половиной. Все, все, убегайте с дороги. Скорость 9 км в час. Вон, стела самого перевала. Я это сделал. Блин, снимать и ехать. 7 км в час это нереально. Что, я сделал это? Да, красавчик. Поехали. Поеду. Сколько время прошло? Сейчас скажу. Вон она, стыла. Пока там Андрей время осмотрит. Я доехал, ребята. 40 минут. 40 минут. Отлично. Те, кто ехал на чуськом вот этом бревете, за час и более поднимались. Ну и были, конечно, и за 40 минут. И за полчаса. Правильно. За 40 минут. Я думаю, так и есть. Вот так, ребята. Наверное, пойду я вниз. Давай, садись. Офигеть. За 40 минут. За 40 минут. Я это сделал. Вот она, эта стела. Вот она. Тут, видите, торговля идет. А вот наш паровоз. Видите, еду вниз. Ну, смотрите, скорость пошла уже на прибыль. Сейчас буду переключаться. Посмотрим, сколько я самое быстрое. 20 уже. Не кручу педали. Видите? 24, 25. Преодолел я перевал. Значит, вверх примерно 9, вниз 10 километров. Средняя скорость была где-то 26-27 километров в час. Они там за своей камерой снимали. Я думаю, включу туда. Давай, давай, давай. Понял. Снимем, что скорость 60-го. А то мы за нами едем. Да, его никто не видел. Сегодня на сцене Настя Иванова. Твоя песенка спет и колонки молчат Я сделала больно и покинула чат Я смотрю тебя, манатые девчат Я сделала больно и покинула чат Не люби меня, не ходи меня Я зашли в машине А теперь Юрий и Манон Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok